Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как можно сделать вот такой легкий, воздушный, мягкий и очень уютный плед из помпонов. Он подойдет как покрывало в детские кроватки, коляске и просто как красивая деталь интерьера. Нам понадобится планка с вбитыми в нее гвоздями. Размер моей планки 140 на 80 сантиметров и пряжа. Я использовала тонкую легкую пряжу Ализе Лана Гоуд 800 метров в одном мотке, так как хотела именно легкий и воздушный плед. Если хотите поплотнее и потолще, используйте пряжу потолще. Расстояние между гвоздиками 4 сантиметра. Итак, начинаем с верхнего левого угла. Завязываем нитку на первый гвоздь. Ведем ее вниз до следующего гвоздика и поворачиваем направо. Там доходим до конца планки, оборачиваем два гвоздя и возвращаемся налево. Снова направо два гвоздя и снова налево. И таким образом доходим до конца нашей рамки. Далее, вот таким образом, посмотрите, как мы переходим с горизонтальной намотки на вертикальную. И таким же образом продолжаем наматывать на уже вертикальной линии. Итак, готово. Я намотала два мотка белой основы пледа. Далее буду наматывать розовый слой. Здесь я уже смотала два мотка в один, чтобы быстрее намотать двумя нитками. Можно и в 3, и в 4 нитки смотать, прежде чем делать намотку на рамку. Так будет удобнее. Наматываем точно по такой же схеме, как и белую нить. Продолжение следует... Итак, готово. Вот что у меня получилось. Примерно 50 рядов намотки. 25 белой основы и 25 для помпонов. Далее нам необходимо будет перевязать все места пересечения для будущих помпонов. Для перевязки пересечения нашего пледа я использовала хлопковую нить. Подойдет нить типа ириса, жасмина. Она будет прочнее, чем полушерстяная ализе, из которой мы делаем наш плед. Так как затягивать узелки нужно будет прочно, крепко. Можно завязать простыми узелками, предварительно нарезав хлопковую нить на кусочки и отдельно перевязывать каждое пересечение. Но я использовала более быстрый способ с помощью тупой иглы с большим ушком. Сначала я перекручиваю на пальцах два раза нашу нить, затем иголочкой три раза и затем крепко затягиваю. Повторяю данную операцию два раза на каждом пересечении с правой и с левой стороны. Два раза перекручиваю пальцем, три раза иголочкой и затягиваю. И так весь коврик. Итак, готово. Все узелки я завязала. Это, конечно, трудоемкий, долгий процесс. Узелки получились прочными по такому способу завязывания. И далее я хочу убрать ниточку, которая идет от одного пересечения к другому. Если у вас будет ниточка в тон, то, возможно, обрезать ее не обязательно. Готово. Все ниточки я обрезала лишние. Теперь я буду снимать наш плед с рамки. Обрезаю вот в этих местах, по всему периметру. Можно, в принципе, начать разрезать на помпоны уже на рамки, но я буду делать это на столе. Мне просто так удобнее. Поэтому разрезаем по всему периметру, по середине между гвоздиками. И вот таким образом наш плед снимаем. Вот как выглядит плед до разрезания розовой части на помпоны. В принципе, его можно в таком виде уже и оставить. Даже в таком формате плед получается очень воздушный, легкий, такой мягкий и пушистый. Но так как я делаю плед именно с помпонами, я розовую часть разрежу. Я хочу посмотреть, как он будет смотреться с помпонами. На ощупь очень приятный, мягкий, воздушный. По длине он у меня получился несколько короче. Потому что я нитки натягивала. И при снятии он длину убавил где-то на 5 см по ширине и на 10 см по длине. Итак, теперь я разрежу на помпоны нашу розовую часть. По срединке между каждыми пересечениями со всех сторон мы разрезаем. Нарезаем нашу пряжу ровно пополам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, я наконец-то разрезала на помпоны весь плед. Заняло у меня это 3,5 часа. Тоже долго, трудоемко, как и весь в целом плед. У меня ушла неделя на то, чтобы его сделать. Работа эта не быстрая, но того стоит. Очень нежный, приятный, воздушный. Так и хочется его трогать. Невероятно мягкий, воздушный и очень-очень приятный на ощупь. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok